всем привет всех рада приветствовать на этом канале меня зовут ольга кто еще не знает и сегодня у нас тема пустые баночки вот такой вот огромный пакет у меня скопился здесь наверное у меня сентябрь октябрь месяц копила копила и накопила все подряд сейчас хочу с вами вместе разобрать показать все что мне там понравилось не понравилось буду не буду покупать ну и вам посоветовать соответственно вот и еще такой у меня момент хочу немножко как бы обновить такую рубрику пустой баночки и наверное буду скапливать только те как по позиции которые мне очень понравились которые готовы вам советовать рекомендовать которые буду покупать вновь и вот наверное вот эти вот элементы но вот эти позиции Я буду скапливать не всё подряд, как я делала до этого, потому что большая сумина такая, чтобы всё это хранить негде, и как бы тяжело всё это храниться. Так вот, так что давайте присаживайтесь поудобнее и приступим. Поехали! Всё, что будет попадаться по порядку, я вам буду рассказывать, показывать и всё, что было. Значит, первой попадается вот такая вот АОС, средство для мытья посуды, такая вот бутылочка. Что могу сказать? Очень долгое время я пользовалась АОСом, вы знаете, я рассказывала, и на данный момент я перешла на другие средства, на более натуральные. Впоследствии вам покажу, да, они мне очень нравятся, даже одно из средств будет здесь, в Кусвиле покупала, покажу вам. Короче, ушла я от АОСа, выбрала более натуральные средства, так что АОС, прощая, последняя, можно сказать, баночка. Но кому просто не важно, какое качество и какой состав, то, конечно же, в принципе, пенится хорошо, надолго хватает. В принципе, можно пользоваться. Дальше, следующее средство покупается в фикс-прайсе, всегда мною. Это вот такой вот освежитель воздуха, с разными вкусами там продаются. Это гранат у меня, стоит порядком там 100 рублей. Ну, в принципе, то, что химозный, да, да, есть химозность. Ну, что мы хотим? В фикс-прайсе 100 рублей, этого как бы очень мало, поэтому более натуральные какие-то дезодоранты, ну, вернее, не дезодоранты, а освежители воздуха я ещё не нашла. Если в преддверии это получится, значит, я перейду, естественно, на более натуральные. Так, дальше, что у меня здесь ещё скопилось? Всё гремит. Значит, закончился вот такой вот порошочек, бимакс, гелькоцитрат, удаление пятен, аромакондиционер, бережная стирка, на 20 стирок хватает, в принципе, заменяет 3 килограмма порошка, да, что цепучего здесь, получается в жидкой форме. Я говорила, что давно уже пробую и пользуюсь в жидкой форме, мне это очень нравится. Во-первых, не забивает стиральную машинку, и, в принципе, меньше забивает, так сказать, и, в принципе, как бы хорошо отстирывает, и всё классно. Вообще, бимакс мне нравится именно для цветных, именно вот для джинс. Джинсы здесь, и здесь, ну, вообще здесь сказано, что применяется для изделий из джинс хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей. Вот это вот именно, почему-то я его вижу только в Ашане. Вот это вот, именно этот ботулёк, а так у них есть другие, там, голубой. Для белого я не беру, мне не понравился, а именно вот как бы для цветного, почему бы и нет, хорошо отстирывает цветные, тёмные варианты. И, в принципе, цена, то есть заявление цены-качество соответствует цена, и, тем более, всегда беру на скидках, что я вам рекомендую. Так, дальше, что, что связано со стирками, закончилась у меня ленора, одни из любимых моих запахов. Очень люблю эту золотую орхидею. Тоже, как бы, говорить, если о натуральных, там, порошках, ну, чтобы составы были натуральные, натуральные концентраты. И, ну, вы знаете, как бы, я знаю, да, продаются, видела и вкус филе, и везде, но пока что я не могу перейти на натуральное, только по одной причине, потому что отзывы недостаточно хороши, потому что то не отстирывают, то ещё что-то. Ну, пока что вот этот момент у меня, как бы, я думаю, натяжно. А то, что касается ленора, у меня есть два любимых запаха. Это золотая орхидея и второй, наверное, у меня ещё не закончился. Ещё другой там запах. Шемчужный пион, кажется. Вообще классные, мне нравятся эти запахи. Ну, для меня они не химозные и очень обалденные. Тем более, когда постельное бельё чисто застеливаешь, очень классный запах идёт. Ну, и на одежде то же самое. Так что, ну, мне нравится. Тоже беру сюда по акции и, в принципе, качества и надолго хватает. Расход минимальный. Всё классно вообще. Дальше пройдёмся, наверное, сейчас по шампуням. Вот такой вот мой шампунь закончился из масс-маркета Фрутис Гарниер. С восстановлением, укрепляющий шампунь. Но всегда показывала, говорила, что из масс-маркета Эль Сэф. И вот этот вот всегда беру для себя лично. Мне нравится, как бы, запах классный, расход тоже беру на акции. И, в принципе, как бы могу рекомендовать из масс-маркета. То, что касается масс-маркета. Профессионально это, профессионально это отдельно. И вот такой вот у меня шампунь закончился. Чистая ленья. Этот шампунь я беру своим мужчинкам. То есть, моему мужу и сыну. Чистая ленья, укрепляющий крапиву. Вообще из крапивы. Классное шампунь. И мне нравится. И, значит, 80% отвар состав. Ну, отвар трав имеется в виду. Что могу сказать? Ну, понятно, что состав, как бы, такой ненатуральный до конца. Стопроцентный. Но все равно, все равно мне нравятся их шампуни. Насколько они мягкие. Насколько они действительно, ну, как в 100% укрепление. Там, чтобы не выпадало волос. Вы же знаете. Все зависит от нашей внутренней системы. И поэтому не могу сказать, что прям шампунь вам решит какую-то проблему. Шампунь делает свою функцию очищения. То есть, функция очищения очистить хорошо. И, ну, как бы, снять какие-то загрязнения. Очистить кожу головы. Ну, и так далее. Ну, как бы, шампуни мне эти нравятся. Переплачивать, в принципе, зачем? Потому что линейка чистая линия мне, в принципе, очень нравится. Так, если разобраться. Дальше закончился у меня вот такой вот гель для душа. Тоже не перешла на более натурально. Потому что еще, как бы, в поисках не нашла. Здесь у меня апельсин и гриб-фрукт. Вообще, вот эти гели для душа мне нравятся. Потому что они экономичные. Тоже беру по акции. Они экономичные. Они, ну, хороший запах. Не такой уж химозный. И, в принципе, как бы, классный. Ну, такие, как бы, расход минимальный. 250 мл здесь, в принципе, нормально. Но за полную стоимость я никогда не беру. Никогда. Никогда. Следующий вот такой вот, знаете, это тоже, значит, что у меня здесь все скажу. А, шампунь для волос и тела. Это марка Ariflame. Это мне дарила моя свекровь. Это направление Men. Вот, пользовались у меня мужчинки. Запах такой приятный, в принципе, да. Ну, поэтому, как бы, состав обычный, Ariflame были подарки, когда у меня были в гостях там летом. И вот она надарила. И, как бы, они пользовались. В принципе, как бы им понравилось. Но это мы, как бы, знаете, первый там и последний раз. Потому что не знаю еще, когда это будет. Поэтому, так, следующее. Закончился вот такой вот тоже дезодорант FAMEN. И что могу сказать, что сейчас мы уходим от этих дезодорантов. Я уже отошла. И своих уже отзываю. То есть будем пользоваться более натуральными. В основном, это, конечно, не распылитель, а шариковый. Нужно привыкнуть. Я уже там практически привыкла. Вот. От алюминия, от таких дезодорантов мы уходим. И, наверное, это уже будет последняя баночка. Ну, как женская точно уже не будет. А мужская, ну, не знаю, посмотри. Потому что, ну, хозяин барин, как говорится, да. Дальше следующее. Вот такое вот мыло. Жидкое мыло. Покупала я марки DAF. 500 мл. Значит, что у нас здесь идёт? Крем мыло. Ну, классно. Мне понравилось. Мне понравилось. DAF. Она такой, знаете, смягчающий, не сушит. Достаточно хорошая. Поэтому тоже могу его рекомендовать. Более натуральное мыло, конечно, пока я не покупаю, не пробую. Но потихонечку, потихонечку, вот на все вот эти вот моющие средства я перехожу к более натуральному. Это надо, как бы, знаете, постепенно. Постепенно привыкнуть, постепенно привыкнуть. Дальше, что у меня закончилось. Давайте вот этот вот скраб, мороженое на сахаре, скраб для тела, гладкость, упругость кожи, бабе Агафе. Стоит копейки, стоит там сто с чем-то рублей. Что могу сказать? Ну, скраб как скраб. Честно могу сказать. Запах, конечно, классненький. Но чтобы он такой был хороший, классный скраб для тела, нет, не могу говорить. Больше, конечно, покупать не буду, потому что, ну, я видела более такие насыщенные скрабы, которые прям снимали верхнюю поверхность кожи, аргавевшую. Хорошо, как бы, скрабировали тело. Ну, такой средний, даже можно сказать, слабенький. Так, следующая профессиональная линейка. Закончился вот такой у меня шампунь марки Шварцкоп. Здесь 250 мл. Это у нас сильвер-шампунь, то есть оттеночный для блондинок, у кого умилированный. Очень классный шампунь. Всегда им пользуюсь. Сейчас я выставила, ну, в ванну поставила, купила уже не и 250, а литр. На литр очень тяжело попасть. Наконец-то я его приобрела и буду пользоваться. Литр хватит вот так, выше крыши. Что могу сказать, что классный шампунь. Очень нравится какой оттенок. Присмотритесь, еще раз вам покажу. Очень классный шампунь, потому что хорошо тонирует, хорошо нейтрализует желтизну, хорошо... Такой оттенок дает, знаете, как... С чем бы сравнить, такой вот жемчужный немножко, как жемчуг, знаете, такой вот переливающий. Ну, как бы там нету розовинки, нету такого фиолетового, там как бы вот серебристые, легкие серебристые. Но это надо как бы пробовать и смотреть. Но мне очень нравится. Я не люблю, когда наносишь и тот же там такой сиреневый, там серый или розовый. Нет. Действительно, чтобы он был натуральный и в то же время перекрывал желтизну и классно как бы смотрелся. Присмотритесь, мне очень нравится, очень здоровский шампунь, просто классный. И его намного хватает, потому что ты не будешь им пользоваться каждый... Вот я мою раз в два дня голову. Я не пользуюсь каждый раз, я пользуюсь, ну, может быть, раз в неделю. Иногда бывает и раз там в полторы недели. В зависимости, знаете, от желания и уже смотришь, что оттенок смывается. Следующее средство тоже хочу вам показать. Вот это вот масло. Маслица тоже профессиональная, лореаль, отсвечивает, надеюсь, увидите. Для волос. Боже, сколько оно у меня было. Оно у меня было так долго. Ну, наверное, год-два точно, если не больше. Классный запах. Я пользуюсь маслом для волос, чтобы кутикулы у нас закрывались, чтобы были не пушистые на конце, чтобы всё-таки они были гладенькие, волосы. Ну, и, соответственно, чтобы блондинки там хорошо расчесывались, ещё что-то. Но мне нравится маслом пользоваться. Это профессиональная линейка. Масло такое, знаете, оно не сильное. То есть, оно не утяжеляет волос. Оно прекрасно даже создаёт запах на волосах, что очень классно. Всем рекомендую. Вот рекомендуют это масло, у кого волосы такие пушистые, лёгкие, тонкие, может быть, пористые, потому что пористые волосы, не всегда их как бы много, да. Вот. Оно не будет утяжелять, наоборот. То есть, оно будет вам... Там достаточно две капли растирается на ладони, и только по концам, ни в коем случае на корне. И вы классно увидите эффект. То есть, я делаю это на полувлажных волосах. То есть, чуть-чуть подсушила феном, нанесла, и как бы всё дальше досушиваюсь, или там укладываюсь с брашенком, расческой, кто как хочет. Там кто-то фенщёткой это делает. Средняя такая консистенция, имеется в виду то, что тяжести, и вот именно вот этого масла лёгкая даже, можно сказать. Поэтому как бы на лето вообще классно очень подойдёт. Возможно, когда-нибудь я тоже опять к нему вернусь. Сейчас у меня немножко другое испанское. Оно более тяжелее. Оно больше... Там несколько масел в сборе, и оно утяжеляет. Но моё не утяжеляет, то есть, наоборот, подлечивает более такие блондинистые. Но для кого я уже сказала, то есть, более лёгких таких вот волос очень классно может подойти. Следующее, что у меня здесь закончилось, это вот такая вот паста. Тоже показываю не в первый раз. Покупая вкус Вилли. Так, да, вот такая паста. Зубная паста отбеливающая, не содержит фтор. Вот зубные пасты мы давно уже перешли на натуральные, и на них сидим, нам нравится. Вот именно эта паста отбеливающая, достаточно хорошая. Некоторые другие я тоже пробовала, но всё равно вот от этой вот 75 мл классная паста. То, что касается натуральности, конечно же, это дезодоранты, это зубная паста. Сейчас, допустим, там вот покажу вам средства для мытья посуды. То есть, потихонечку всё это переходим и как бы в поиск, да, хороших средств, качественных, но натуральных, чтобы состав был тоже классный. Паста эта суперская, присмотритесь, недорогая. Но мне нравится, что, во-первых, ну, как бы качество натуральное, и, во-вторых, сделает свою работу. Дальше, следующее, что у меня закончилось, вот такой вот крем для рук, бархатные ручки. Да. Здесь, значит, у нас 40% масла Макадамии. Роскошь Макадамии называется. Что могу сказать? Ну, бархатные ручки крема мне очень нравятся, всегда их покупаю, разные покупаю. Именно вот этот вот крем, он такой, знаете, насыщенный. И, честно, текстура такая очень насыщенная. То есть, кто что заявляет, производитель роскошной бархатистой кожи, да, так оно и есть. Хороший крем, тем более на зиму очень классно питает, насыщает кожу, рекомендую прям, да. И, ну, я люблю, конечно, не всегда такие вот насыщенные крема. Я люблю более облегчённые, более лёгкие, потому что я люблю, когда остаётся, люблю, когда быстро впитывается, чтобы на руках не оставалось ничего, чтобы я, ну, как бы не чувствовала всего этого. Здесь немножко вот он у меня чувствуется на руках, но хорошо впитывается и хорошо вот защищает, и хорошо, если вот эту сухость снимает, убирает. Достаточно хорошо. Так, дальше, что могу показать? Закончилось, сейчас по маслу пройдёмся, закончилось такое вот масло, кокосовое, наше российское, производитель российский, веганский продукт, не содержит ГМО, значит, продаётся и в пятёрочке, и в спаре, где угодно, для жарки, тушения, выпечки. Тоже его показывала уже, 450 мл. Здесь у нас получается масло без запаха, это, значит, рафинированное. Да, рафинированное масло, значит, натуральное. Здесь натуральные продукты, что присмотритесь. Тоже то, что касается готовки, масла, мы давно перешли на натуральное, и постараемся более натуральную пищу приобретать и кушать, чтобы было полезно для нашего организма. Вот это вот масло, покупаю его частенько, когда уже нету, если что-то я не заказала или не купила, то его тоже приобретаю, в принципе, советую и буду сама покупать. Следующее, то, что у меня закончилось, следующее масло, сейчас прям пройдёмся, мы здорово по маслу, вот такое вот виноградное. Кажется, я уже взяла второй раз, вторую бутылку, если я не ошибаюсь, кажется, это масло. Виноградное масло идеально для фрунтюра, приготовления соусов, маринадов. Что могу сказать? Я узнала, что виноградное масло имеет высокий процент дымления, как и авокадное. Но авокадное самое такое дорогое, самое такое популярное, да, и как бы качественность. Потом уже идёт там виноградное и как бы кокосовое вот это всё. Оливковое масло больше, значит, на салаты, на какие-то заправки, а то, что касается именно вот что-то там готовить, тушить и там, ну, такие вот вещи, то как бы я вот больше использую сейчас виноградное масло, и мне очень нравится, я вам очень советую, буду всегда как бы покупать и делать, потому что, ну, в принципе, как бы тоже беру всегда масло, стараюсь по акции, там, в Океи, в Ашане, где-то увидела, закупила, и мне этого достаточно. Скидки бывают постоянные, в основном виноградное масло по 500 мл, сейчас ещё покажу других производителей. Ну, вот это вот хорошее масло, вообще все вот, то, что я пользовалась, все хорошие. Вот это вот первое виноградное масло, оно практически без запаха, его можно, кстати, заправлять тоже салаты, ну, какие-то там заправки делать, чем как бы вы любите в салаты, там ещё куда-то поливать. Вот, а то, что готовить, действительно, так оно и есть, оно высокое дымление, то есть, оно вообще не дымится, оно вообще такого нету состояния, как это происходит с подсолнечным маслом. Вообще очень классно. Второе, то, что могу вам порекомендовать, вот тоже виноградное масло, вот этого производителя, тоже покупала как-то по акции в Океи, тоже мне понравилось, 500 мл, всё то же самое, всё то же самое, просто разные производители, ну, серьёзно вам говорю, классные. Я перешла сейчас на такие вот масла, именно вот виноградные, если я что-то готовлю. И третье вот такое вот масло, совсем как бы недавно закончился, тоже вот такое вот производитель, тоже покупала по акции, тоже 500 мл, именно виноградное. Да, вообще классные масла, и просто я рекомендую вам переходить на хорошие масла, готовить, не травить свой организм и не повышать холестерин, и также наша сосудная система, то есть действительно, как бы на виноградном масле, на кокосовом масле кхи ещё, всё это как бы делать. Прям рекомендую, очень рекомендую. Дальше в готовке у меня закончился каркумин, моя любимая марка сайхёрп приправ. Очень её люблю, обязательно буду заказывать. Вот сейчас перешла на приправу куркумин, вообще я сейчас приправы все удалила, оставила там, ну, чуть-чуть соли, опять же, соли какой минеральной, то есть как бы хорошей соли. Потом я как бы могу чуть-чуть чесночка добавить, тоже вот этой вот марки сайхёрп, именно вот этого производителя, куркумин. Прям классные вообще такие блюда, просто вкусные, во-первых, немножко подкрашивает, но в то же время как бы не имеется никакого запаха, никакой чувствительности, она не острая, не сладкая, никакая, нейтральная, но очень вкусная, мне очень нравится даже то же самое, там, яичницу, омлет, или вообще какие-то там блюда, что-то я там готовлю, то есть очень классно мне всё. Ну и, соответственно, зелень, там, петрушка, укроп, в сухом виде как бы или там в живом виде, когда она, сезон, да, идёт, ну очень классно. Всё, все остальные вот эти вот перцы, всякие какие-то приправы, всё это убрала, потому что наше ЖКТ надо беречь, желудок, от чего появляются гастриты, и, соответственно, наш кишечник, он вообще от каких-то либо соусов, мяонез, там, кетчуп и соусы, это всё страдает, и от этого происходит воспаление в нашем желудке. Как бы вам не хотелось, как бы вам не нравилось, типа, ну, невкусно, ничего подобного, привыкание происходит в течение двух недель, а потом просто пальчики оближешь, всё вкусненько. Дальше следующее, что у меня здесь подзаканчивалось, это вот такие вот мои ватные диски, ну, сил ватные диски, да. Ну, вы везде знаете, люблю только их, покупаю только их, потому что прошитые, потому что классные они, нету никаких там вот этих вот ворсинок, которые ничего не мешают. Да, здесь ещё у меня, а, смотрите, вот ещё одна зубная паста, тоже с магазина Вкусвилл, на пробу её брала, и вот эта вот тоже паста не содержит фтор, комплексная зубная паста, не отбеливающая, а просто комплексная, тоже понравилась, тоже классная, но отбеливающая у меня прям, вот эта вот отбеливающая паста, мне больше нравится. Вот, а так состав тоже хороший, тоже, в принципе, хорошая паста. Так, следующее, вот как раз добралась, такой вот Вкусвилле покупала жидкость для мытья посуды, присмотритесь. Один минус, что здесь маленький объём, 500 миллилитров, 0,5 миллилитров с ароматом апельсина, без консервантов, антибактериальные средства, увлажняют, защищают кожу рук, гипоаллергенно. Здесь вот этот вот гель, он подходит для мытья фруктов, детской посуды, игрушек, даже до такой степени, да. Сейчас я купила другое, тоже, когда будут пустые баночки, я покажу обязательно, и, наверное, больше тот буду рекомендовать, который я покажу. Этот тоже рекомендую, но немножко мне не понравился расход. Расход такой достаточно неэкономичный, в том плане, то, что он не совсем хорошо пенится, и, соответственно, расход от этого большеватый. Вот. А так, в принципе, во всём то, что состав натуральный, всё классно, то есть промывает хорошо, всё замечательно, в принципе, и цена не такая уж дорогая, там 110 рублей, что ли, такое, да. Ну, присмотритесь, обязательно теперь будут покупать натуральные для мытья посуды вот такие жидкости. Я сейчас немножко другое взяла, там германский, и как он мне закончится, я вам покажу. Он мне более понравился, потому что там расход классный, и он хорошо пенится. Так, и здесь, значит, всё остальное, то, что касается, наверное, у нас ухода, красоты и так далее. Значит, что у меня закончилось? Вот такая вот мицеллярка от марки Гарниер. Да, вот такая вот бодья, большая бутылка, надолго её хватило, просто вот, сколько здесь вообще, 700 миллилитров. Очень надолго хватает, очень надолго, значит, ну, из мицеллярки мне нравится, действительно, пока что я пробовала, это Гарниер. на самом деле. Вот, но что я могу сказать на сегодняшний день? Наверное, я вообще уйду от мицеллярок, потому что немножко я пересмотрела уход за кожей, очищение и так далее, много собрала информации, и что могу сказать, то от мицеллярки я уйду. Я сейчас внедрила, так сказать, два этапа очищения, и, ну, об этом как-нибудь тоже расскажу и покажу, чем пользуюсь. Мицеллярка уже в моём составе не будет. А так, неплохая, из всего, что я пробовала, она классно снимает тушь, она ни в коем случае не щипет глаза и хорошо снимает, не надо там тереть. Конечно, не водостойкую тушь, обычно, но хорошо снимает, в принципе, как бы минимальный такой расход и хорошо снимает макияж. Мне, в принципе, ну, она нравится, но в связи с изменением моей кожи и пересмотром я, как бы, сейчас отойду от мицеллярок, потому что пользуюсь гидрофильным маслом, сейчас и мывалками, как бы, это всё такое. Следующее, то, что у меня закончилось, это белорусская косметика от, у нас здесь марка Bitex, вот такая вот масочка, вот. Значит, что здесь у нас, 100 мл отбеливающей маской для лица против веснушек, предметных пятен. Знаете, очень хорошо маска действует, очень хорошо, мне понравилось. У меня нету там таких каких-то веснушек, у меня были несколько пигментных пятен, и что могу сказать, она действительно действовала. Не то, что там, знаете, за один раз и всё, у вас белое лицо, то есть ни этих пигментных пятен. Нет, конечно. То, что мне нравилось, это то, что она, во-первых, какие-то высыпания подсушивала, действительно очищала кожу, действительно, как бы отбеливала. Но это надо делать комплексно, это надо делать курсом, а не то, что там она один раз и всё. Нет, это надо делать в постоянстве, насколько позволяет ваше состояние кожи. Мне, в принципе, как бы, вот созданный эффект фарфоровой кожи, да, действительно так оно и есть, мне, в принципе, понравилось, за такие минимальные денежки, там, 100 рублей стоит. Вы знаете, белорусская косметика, она вся дешёвая. Вот. Но мне понравилось, и, в принципе, как бы, почему бы и нет. Да, буду, если что, может быть, даже буду опять её брать и покупать, и могу вам советовать. Дальше, следующее, что мне понравилось, и тоже, как бы, может быть, обязательно куплю, потому что я сейчас в поисках хорошего лосьона. Это у нас марка Эфраше. Вот такой вот лосьон, наверное, не увидите ничего, потому что оно не видно ничего. 200 миллилитров здесь. Антиэйдж, он такой лосьон. Но от лосьона, как бы, я много ничего такого не ожидаю. Главное, знаете, для меня лосьон, это как восстановление, ну, вот умылся, ты лосьоном протёр, и немножко давал, чтобы увлажнение, какое-то насыщение, ну, чтобы там стукшевать на какую-то, он будет давать действие, что вот прямо что-то он будет делать, я, конечно, от этого не надеюсь на это. А мультиактивный лосьон подготавливает кожу к нанесению основного ухода, придаёт естественное сияние одним жестом. Да, действительно, оно так и есть. Вот что лосьон должен делать, это подготавливать кожу к основному уходу, вот то, что он и делал. Ну, неплохая, неплохая марка, неплохой состав, неплохие, как бы, исполнения его функций, в принципе, могу рекомендовать. Да, и следующее, что у меня тоже здесь позаканчивалось, немножко декоративки и кремушек, потому что закончилось, сейчас всё вытащу, чтобы убрать. Следующее, значит, вот хочу, по-моему, показать вот такой вот крем от марки, ой, марки, говорю, заказывала на сайте iHerb, вот такое вот название, наверное, тяжело будет увидеть, потому что отсвечивает. Да, значит, здесь у нас составит ДМЕ, альфа-липолевая кислота, витамин С, 50 мл, марка, вот чтобы не ломать мне язык, и чтобы вы увидели, вот такая вот марка, от этой марки я пользовалась, показывала вам, заканчивался у меня ретинол, кремушек, я заказывала и вам показывала. И вот я заказывала у них такой вот крем, уже пусто, достаточно такой цитрусовый запах, поэтому, кто любит цитрус, могу рекомендовать. Сам по себе крем очень достаточно хорош, но вы знаете, когда его наносишь, такой лёгкий, начинает покалывание, потом, короче, ну, естественно, всё это впитывается, может быть, даже лёгкое покраснение, в зависимости, какое состояние кожи у всех, просто здесь из-за витамина С, больше из-за альфа-липолевой кислоты, вот это всё происходит. Конечно, этот крем антиэйдж, конечно, это крем для возрастной кожи, у кого, может быть, какие-то высыпания подсушивает, крем достаточно хороший, можно, как и вечером, наносить, также можно наносить его, в принципе, под макияж, почему бы и нет, просто дать ему поработать, дать ему впитаться, и потом, соответственно, делать дальнейшие какие-то свои мероприятия, то есть, после крема, чем вы, как вы наносите, что вы дальше, там, праймер, или что вы делаете, крем, в принципе, хороший. Так, следующее, что у меня здесь, значит, у меня закончился, не закончился, вернее, я его выкидываю, выкидываю, да, комплименты, а белорусская косметика, вот такая вот губная помада, в оттенке 16, у меня их несколько, в 14, в 10, меня, в принципе, устраивает, классно, но в оттенке в 16, в принципе, один состав, да, как бы, вроде бы, как бы, одна линейка, но ведет себя на губах, это просто, просто ужасно, вот такой вот, вот такой вот цвет, сейчас я вам покажу, да, вот такой вот цвет, из-за цвета я его взяла, хотела, как бы, такой немножко, в холодном оттенке, в направлении, но он так полосит, ужасно, он даже у меня не закончился, я его выкидываю, потому что, я им не пользуюсь, и в принципе, как бы, это, да, они там стоят, как бы, недорого, но все равно, комплименты, такая линейка, достаточно, она очень, ну, классная, качественная, сейчас у меня на губах, тоже комплименты, в 14 оттенке, мне очень нравится, она с застывающим таким эффектом, не сушит губы, ни в коем случае, и сходит очень натурально, очень постепенно, но, вот, именно в 16 оттенке мне не нравится, потому что полосит ужасно, вообще, так, дальше, вот такие вот две помады, тоже выкидываю, даже не буду показывать, потому что рекомендовать не могу, это марки NYX, вот это вот их линейка, как она называется, даже не знаю, это внешняя уже линейка, не хочу даже ими пользоваться, это у меня здесь в оттенке 001, такой немножко карамельный цвет, покажут, нет, и тоже такие вот в холодном оттенке, с фиолетовым оттенком, такой вот, он такой достаточно, ну, такой вот, видите, да, такой вот в фиолетовом оттенке, здесь 002, там, насколько я помню, масляная какая-то, масляная у них, в составе масло есть, и поэтому они легко наносятся, тоже застывают, но сходят, это ужасно, и вообще, марки NYX, я уже давно ничего не покупаю, чуть-чуть мне ничего не нравится, поэтому, не знаю даже, следующее у меня, уже практически все закончилось, ну, Maybelline помада, 230, 230 оттенок, он нюдовый, достаточно хорош, это у меня уже не первый тюбик, что-то она мне не хочет, вот, вот туда, и, это уже не первый тюбик, я прямо одно время подсела на этот цвет, но он такой, больше, знаете, рыжит, рыжинку, когда вкус меняется, уже все, ну, что могла, добила, и уже, как бы, надо выкидывать все это, так, и вот, что могу показать, был у меня такой пробник, от Givenchy, вот такое вот название, туалетная водичка, мне давали пробник, что-то я покупала, но, кто любит сладость, сладковатый, достаточно немой запах, очень сладковатый, в принципе, держится очень долго, поэтому можете покупать, еще у меня был пробник, от, так, марки Shiseido, вот такой вот крем, если кто-то пользуется маркой Shiseido, кому-то нужна рекомендация, вы можете просмотреться, вот к этому крему, очень классный крем, у меня был пробничек, если вот в полноразмерке его покупать, запах такой, легкая отдушка, такая прям приятная, если покупать полноразмерка, то очень классный крем, он хорошо питает, увлажняет, действительно, после каких-то уходов, после каких-то кислот, после чего-то, вот этих вот моментов, можно его наносить, в принципе, насыщать кожу, в зимний период, в холодный период, классный вообще крем, мне понравился, мне понравился очень, дальше у меня, значит, вот такой вот тоже пробник был, от Colorance, очень мне понравился крем, очень здоровский, серьезно, но их не цена, это, конечно, убойно, да, очень хорошный крем, и Extra Firming Your, классный, классный крем, вообще, пробнички у меня были, и вот такой уже пробничек у меня был, от Eiffroche, как раз лосьон, мне давали пробники, ну такой вот гелевый, на гелевой текстуре, он такой увлажняет, ну не сильно так, ну допустим, под макияж нормально, ну в принципе, обложилась всеми пустыми, сейчас за бутылками, сейчас пойду выкидывать, вы всего этого не видите, вот все, что я хотела вам рассказать, показать, и как бы уже не буду все подряд скапливать, буду копить те вещи, те как бы позиции, те вещи, которые действительно мне очень понравились, которые я очень люблю, новые какие-то находки, и вам могу рекомендовать, и посоветовать обязательно, в принципе, это все, что я хотела вам рассказать, все, что я хотела с вами поделиться, если кому-то было приятно смотреть это видео, понравилось, ставьте пальчики вверх, и не забывайте про этот канал, подписывайтесь, надеюсь, что будут видео у нас почаще, просто в связи с немножко ситуациями в моей жизни, поэтому видео затягиваться, но будем налаживать, так сказать, режим. Спасибо всем хорошего, берегите друг друга, обязательно, и берегите себя, заботитесь о своем здоровье, всем пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok